Сюда никогда не попадают посетители библиотеки. Винтовая лестница в здании Пушкинской всегда использовалась только в служебных целях и в 19 веке, и в 20-м, и сегодня. Как в стихотворении длинная старинная винтовая лестница, кружится, кружится, никогда не кончится. Чем ближе к чердаку, тем больше винтовая лестница сужается. Если с первого на второй этаж могут спокойно идти два человека, то ближе к крыше место остается только для одного. Какая еще есть таинственная дверца? Сейчас мы ее приоткроем и окажемся на чердаке. Здесь можно разглядеть старинные стропилы и кирпичную кладку двухсотлетнего особняка. Из чердачного окна открывается вид на пермь сверху. А если посмотреть на винтовую лестницу сверху, можно увидеть внутри нее лифтовую шахту. Конечно, сегодня внутри никакого лифта нет. Есть предположение, что в старину им пользовался служебный персонал особняка Смышляева. Вероятно, блюда, которые готовились внизу по этому лифту, подавались прямо на второй этаж. Уже в те залы, где эти блюда красиво подавались к обедам и ужинам, в купеческом клубе или, может быть, какие-то были банкеты в городской думе в XIX веке. Напомним, печи и кухни находились внизу, в полуподвальном помещении. А бальная зала, где сейчас большой читальный зал, на втором этаже. По этой же винтовой лестнице с потертыми ступенями можно выйти во внутренний двор особняка. А это исторический дворик дома Смышляева со знаменитой брусчаткой, которая мало, наверное, где в Перми сохранилась. И именно в этом дворе и была та самая знаменитая оранжерея, где цвели и плодоносили персиковые абрикосовые деревья и виноградные кусты. А двор этот угрошала куполообразная двухэтажная беседка, расписанная цветами и купидонами. Если у вас есть желание больше узнать о тайнах старинного особняка, можно попробовать записаться на экскурсию. Или подождать особого случая, когда такую экскурсию проведут в рамках специальной встречи в библиотеке.